Парк Данил Дегтярев, историк и краевед, спасает парк по-своему, рассказывает барнаульцам о его насыщенном прошлом. Данил Дегтярев, историк и краевед, спасает парк по-своему, рассказывает парк по-своему, рассказывает парк по-своему. Данил Дегтярев, сам превратился в могилу для рыб. История Изумрудного, признает Дегтярев, словно повторяет историю России. До основания, а затем. Здесь действительно, вот взяли, да, раз вот кладбище создали, потом снесли это кладбище, значит, построили там город-сад, сделали парк. Теперь вот этот парк старый, советский, разрушился, значит, что-то новое здесь будет на этом месте. К сожалению, да, вот, наверное, для этого места это характерно. Отлично. Рядом мастер-класс по сборке скворечников. Они должны хотя бы частично заменить пернатым гнезда и дупла, которых они лишились из-за массовых вырубок деревьев. Алексей Эбель, специалист по птицам, объясняет, вот так должен выглядеть правильный скворечник. Жордочки здесь нету, вот это, да? Да. Обычно еще делают крышку вот сюда назад. Почему нет жордочки? Потому что птицы тоже некоторые неглупые, и сороки уже научились, сидя на жордочке, вытаскивать птенцов. Предыдущий арендатор, который, к слову сказать, сейчас находится под судом, объяснял, все вырубленные деревья были старыми и представляли опасность. Но орнитолог Алексей Эбель говорит, в природе все имеет свой особый смысл и цель. Примером тому, это чудом сохранившееся старое дерево и этот смелый поползень, занявший свободное дупло. Ну вот мы видим наглядный пример, для чего нужны старовозрастные деревья в парках и в лесу, да? То есть вот с одной стороны мы вешаем скворечники, а мы их вешаем потому, что вот таких тупел просто недостаточно в парках, да? И вот как только появляется возможность, птицы сразу занимают. Многих проблем, уверен он, можно было бы избежать, если бы предыдущий арендатор с большей охотой обращался к специалистам. И птички бы остались, и деревья, возможно, не рубили бы так с плеча. Однако то, что вокруг парка сложилась такая бурная общественная активность, дает надежду, что сообща парк, можно будет вернуть к жизни. Это, конечно, назрело, потому что уже были предпосылки юбилейным, да, то есть там были попытки организоваться, были попытки по ленточному гору организоваться. Но здесь как бы вот пазл сложился в том смысле, что здесь еще место и историческое. То, что судьба парка стала вопросом поистине общенародным, говорит и то, что в экскурсиях принимают участие люди самые обычные, рядовые горожане. Если нужно даже прийти, просто вот физическая сила нужна, то только за... По дереву посадить, там, я не знаю, там, убраться. Элементарно, вот просто ручной труд даже, либо какие-то денежные средства. Вот если даже каждый частичку внесет маленькую, любую, то это была бы помощь хорошего города, я думаю. Кстати, эта народность тоже в характере парка. В 30-е годы прошлого века его заложили именно таким народным способом. Получилось настолько удачно, что парк, наряду с местом массового отдыха, стал настоящей фабрикой цветочной рассады. Нам удалось пообщаться с Валентиной Давыдовной Деяновой, легендарным озеленителем Барнаула. В 60-е годы она работала в парке БМК и вспоминает, тогда там находилось три теплицы, работавших круглый год. Розы, каллы, всякие фукции красивейшие, вот сейчас даже нигде не вижу их, и пальмы. Это теплицы были, они старенькие были уже, деревянненькие, в земле все были они. Но в них было приятно зайти, потому что было море хризантем на зиму. Мы с поля их забирали и всадили в теплицу в горшки. Увы, в конце 60-х годов, по ее воспоминаниям, часть парка с теплицами отдали под строящийся стадион. Это, можно сказать, была первая крупная потеря, которую понес изумрудный. Валентина Давыдовна уверена, сегодня, говоря о будущем парка, к идее теплиц можно вернуться. В целом же она видит его тихим местом исключительно для прогулок. И, конечно... Парк обнести по забору можно даже пирамидальными тополями. Вот здесь можно посадить второй ряд кусты или яблони наши, сибирские, или рябины. Тем временем волну народной активности подхватили власти. 20 апреля в парке прошел грандиозный субботник с участием первых лиц города и края. Заодно руководство Барнаула озвучило планы взять его на баланс города. Всегда этот парк назывался парк культуры и отдыха. Поэтому он должен такой быть спокойный, потому что здесь у нас есть захоронения. Без всяких таких увеселительных, может быть, мероприятий. Наверное, все-таки... Ну, мы сейчас проработаем несколько вариантов. Это все будет предложено общественности. Как один из вариантов там, в конце, сделать хорошую детскую площадку. Вот наподобие, как у Голливера, только более обширную такую. И для экстремальных видов спорта. Вот там тоже для молодых ребят. Казалось бы, вот она история с хорошим концом. Но с таким подходом не согласен один из предыдущих арендаторов парка, бизнесмен Павел Тулин. Несколько лет назад он предлагал создать на территории парка ряд спортивных коммерческих сооружений и выручку направлять на развитие территории. Его проект с негодованием отвергли. Он уверен, зря. Глобальное решение. Никаких сооружений на территории парка. Друзья, а как вы будете его эксплуатировать? За чей счет банкет? В наше время обходился он нам от 20 миллионов в год содержание парка. Это при том, что, по сути дела, это была поддерживающая экономика. Если сейчас говорить о реконструкции и о том, что это будет вообще без какой-то коммерческой деятельности, ну, такой нагрузки на свой бюджет город не вывезет, можно однократно найти какие-то средства для реконструкции парка. И это, скорее всего, будет сделано. А вот дальше? Многие сегодня сходятся во мнении, что у Изумрудного есть все шансы стать своего рода полигоном, где власть, общественники, люди бизнеса, простые горожане смогли бы научиться решать городские проблемы сообща. Получится ли у них, у нас, вырастет ли на месте опустошенного парка новый город сад или он продолжит зарастать бурьяном? Возможно, мы узнаем об этом уже в ближайшее время. Филиак Четков, Николай Шелко, Александр Антропов, Андрей Печеркин. Специально для телеканала Толк.